Всем привет! Меня зовут Ирина Агапова. Я 6 лет назад приобрела чудо вещь мультиварку и 6 лет ею пользуюсь, освоила ее, может быть не от и до, но как обычная хозяйка я ее освоила. Она мне развязывает руки, экономит время, а время я не люблю, когда попуску растрачивается. И я буду публиковать на своем канале, какие блюда я в ней готовлю. Мне очень нравится, что закинул в нее продукты, выставил программу и ушел заниматься своими делами. Или гулять, или в солярий, в бассейн можно сходить. Пришел, все готово и все тепленькое, бери и кушай. Красота! Итак, это такой чудесный горшочек. Я приобрела мультиварку Panasonic. Вот такая марка у нее. И какие в ней функции? Давайте посмотрим. Программа гречка. Это так программа называется. Конечно, в ней можно готовить не только гречку, но и плов, и рис, и любые другие каши. Программа плов похожа с гречкой. Вот здесь вот курсор. Меню. И можно вот на кнопочку меню жмете. И можно выбирать программы. Вот программа плов. Сюда жмете, курсор перескакивает вниз. Дальше. Молочная каша. Вот молочная каша. Вот на этих трех программах. Гречка, плов и молочная каша. Можно ставить таймер. Вот он таймер. Вы можете на ночь залить молока. Засыпать какую-нибудь крупу. И поставить таймер на ночь. Молоко там не бойтесь, не стиснет, потому что все герметично закрыто. И утром встанете. Например, таймер вечером поставили часов в 10 вечера. Он должен сработать на 7 утра, к примеру, там. Или во сколько вы на работу встаете. И в 7 утра или в 8, примерно, каша будет там минут 40 готовиться. И в это время каша уже приготовится и выключится. То есть она, когда программа выключается, она становится на подогрев. Вы проснетесь и кашка будет у вас тепленькая. Надо будет просто подойти и нажать вот эту кнопочку. Далее, в программе выпечка. Вот. Вы можете печь хлеб. Можете делать пережарку. Можете печь какие-то кексы, пироги, шарлотки и так далее. Здесь время регулируется до 65 минут. Потом опять сбрасывается и с 20 минут начинается. Дальше. Тушение. Так. В программе тушения начинается от 1 часа и так далее. Там, если вы холодец делаете, то можно и на 7 часов вставить. Происходит как варка в русской печке. То есть оно томится. Закипела водичка и остановилась. И свет причем не мотает, когда она останавливается. Вот на выпечке больше всего мотает. А на тушении очень мало света мотает. Поэтому вы оставляете. Примерно часа 2 будет суп или борщ. Первое блюдо варится. И уходите. Вот здесь можно регулировать время. 1 час, 1.30, 2, 2.30 и так далее. И варка на пару. Вот кастрюля у меня на 4 литра. Семья, например, на 4 человек. Вот полную наливать будете. Варка на пару. Вот здесь ставится такая корзинка. Заливается водичка в кастрюлю. И накладывается блюдо. И готовится. Как только водичка закипит, здесь начнет отсчет времени. Еще хочу сказать про умный клапан. То есть сегодня я буду готовить гороховый суп. Если образовывается пена, то она не вытечет. Здесь клапан очень умно придуман. Итак, начинаем готовить гороховый суп. И это будет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова